Раньше летний оздоровительный лагерь «Факел» при Развилковской средней школе работал в три смены, но в последнее время принимать детишек только в одну – 21 рабочий день. Шесть дней в неделю ребята под присмотром воспитателей и учителей отдыхают и развлекаются. Что нового в программе лагеря этим летом, вы узнаете из материала Ларисы Вольновой. Желающих отдохнуть в летнем лагере «Факел» немало. Июньскую смену посещают 70 школьников. Юные, задорные мальчишки и девчонки каждый день спешат в лагерь, ведь здесь столько всего интересного. Ходим в библиотеку, ездим на экскурсии. В библиотеке очень интересно, мы там читаем книги, развлекаемся. Мне в лагере нравится больше, чем дома с подружками. В лагере мне нравится больше всего. Помимо традиционной программы есть и некоторые нововведения. Второй год у нас работа по субботам, но тем не менее дети приходят. Мы проводим увлекательные мероприятия, мой веселый звонкий мяч, дружные ребята и так далее. К нам, кстати, в эту субботу приезжал детский писатель Валентин Постников. Ребяткам очень понравилось. Они даже некоторые книжки купили и, соответственно, с удовольствием читают. Лагерь «Факел» художественно-эстетического профиля. Здесь дети не только отдыхают, но и получают новые знания под руководством педагогов дополнительного образования. На кружке «Акварелька» ребята учатся искусству рисования. На кружке «ЮИД» изучают правила дорожного движения. У нас в школе есть отряд «ЮИД» – юных инспекторов движения, который называется «Светофорик». И в течение года ребята наши проходят обучение в этом кружке и занимаются с ребятами. А летом продолжаются занятия по правилам дорожного движения. В очередной раз юные инспекторы представили младшим школьникам специальную программу. Мне очень нравится на занятиях и мне очень интересно делиться с малышами и то, что я уже знаю. Усвоение нового материала прошло на отлично. Когда ты переходишь дорогу, то надо посмотреть направо-налево, нет ли машин. И можно переходить и идти надо по тротуару, по правой стороне. Это занятие увлекательное и полезное для меня. Зарядка, подвижные игры и стафеты. Большое внимание во время отдыха уделяют и спортивному развитию детишек. Занятия спортом всегда дают и оптимизм, и бодрость для того, чтобы зарядиться на целый день хорошим настроением, положительными эмоциями. Занятия спортом проводятся и на улице, и в помещении, в зависимости от погодных условий. Мне очень весело. Мы ходим в бассейн, кушаем, очень вкусно дает. На улице мы играем в футбол, баскетбол в 33 и так далее. Здесь мы вот развлекаемся, кидаем мячики в кольца. Очень интересно в лагере. Мне очень нравится, мы когда гуляем, мы играем в разные игры. В лагере, поселимся, там выиграем семейка 11, в десяточку и так далее. В режим дня посетителей лагеря входит дневной сон и питание. Три раза в день кормим питанием. Очень вкусно, стараемся готовить. Здесь завтраки у нас идут, обеды обильные, полники очень хорошие. Меню у нас разнообразное. Каждый день новое все. Повторений у нас нет ничего. Три раза едим, завтрак, обед, полники. Довольно тебе как кормят? Да, очень вкусно. Суп мне нравится. Второй, первый. Радцы вкусно готовят. За любимыми занятиями и в компании друзей день пролетает незаметно. А за ним и следующий. Так, совсем скоро лагерная смена закончится. Но ребята не унывают, а по полной наслаждаются чудесным времяпрепровождением. Лариса Вольнова и я, дамя Елена Кошелева. Видное ТВ. Продолжение следует...